Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о российском образовании. И в частности остановимся на среднеспециальном образовании. Вообще идея этого сюжета возникла у меня после просмотра другого сюжета Димы Камикадзе. Называется «Уроки АУЕ в школах России». Вчера вышел на его канале сюжет, я дам на него ссылку обязательно в описании этого сюжета, посмотрите. Там весь ролик посвящен, собственно, аудиозаписи. Аудиозапись без видео. Студенты Бердского, по-моему, политехнического колледжа записали урок одного из преподавателей. Преподаватель, видимо, по юридической направленности что-то читал. И вот, соответственно, на протяжении длительного времени, уж не знаю, всего ли урока или всей пары, он рассказывал вот эти вот воровские понятия. Вроде бы работал где-то в Минюсте, может быть, в службе исполнения наказаний, в управлении исполнения наказаний. Ну, Камикадзе, по крайней мере, говорит, что он на зоне работал, что это вертухай. И я так понял, что это не рядовой вертухай был, а кто-то из администрации. Но неважно. Короче говоря, он там разбирает очень угарные темы. Детям объясняет, ну, мальчуковой группе в основном, что делать, если мыло упало, стоит ли его поднимать и так далее. То есть, ну, там угар, конечно. Единственная запись плохая. То есть, лучше Камикадзе слушать, он немножечко расшифровывает. То есть, там нужно прислушиваться. Ну, да ладно. Вот этот сюжет. Ну, и, соответственно, Камикадзе сам это там жутко осуждает, что не место ему в колледже, не место ему вообще в образовании, вообще там в этой стране, на этой планете не место. Но вот здесь, вообще мне канал нравится Камикадзе, но вот здесь я не соглашусь. То есть, не то, чтобы не соглашусь. Я считаю, что вот такие рассуждения, они могут быть от недопонимания проблемы. Вообще, как создается сюжет о какой-то проблеме? Будь то Камикадзе, будь то хотя бы и я, будь то любой другой блогер. Вот есть проблема. Соответственно, решается она каким-то недостаточно хорошим способом. Ну, короче, все плохо. Но вот можно решить вот так. Лучше было бы, если бы вот так. Так вот, на сегодняшний день уровень образования и среднеспециального образования, в частности, таков, что там нет хорошего решения. Нет выхода. Ну, как бы, как помочь человеку, как восстановить ему здоровье, если у него голова с плечи слетела? Ну, никак уже. Все. И вот как раз Дима этого не понимает. Он говорит, что вот этого препода надо убрать, имея в виду, что есть что-то иное. Иного нет. И не в преподах только дело, а вообще в системе образования среднеспециального. Вот сейчас я по пунктам, я прям себе накидал, я вам примерно объясню подробно. Я уже, в принципе, делал похожие сюжеты, но тем не менее, вот, постараюсь объяснить подробно, что такое среднеспециальное образование, почему невозможно исправить. Первое, почему невозможно, это отсутствие школьного уровня образования. То есть, дети, которые туда приходят, у них нет школьного уровня. Если это база девятого класса, то есть, он после девятого пришел учиться, то это почти всегда ЗПР, задержка психического развития, причем на уровне начальной школы. И это снижение интеллекта, по крайней мере, отсутствие образования до уровня где-то, ну, четвертого, пятого класса. То есть, это дети с очень низким кругозором, с очень низким образовательным уровнем каким-либо. Может быть, это снижение интеллекта, может быть, это педзапущенность. Это нужно уже разбирать его судьбу, чтобы понять, родился он таким или же родился он нормальным, но его вот нифига не учили попросту. Чистая педзапущенность. Но в любом случае, вы получаете, условно говоря, человеческий материал, входящий, такого уровня, который невозможно подогнать под специалитет. Никак. То есть, вы получаете 16-летнего третиклассника, примерно. И ваша задача за три года из него сделать специалиста. Это невозможно. Третьиклассника по всем параметрам. Не только по интеллекту, но и по психическому развитию. То есть, это человек, который не может концентрировать внимание, который не может молча сидеть больше 15 минут, которому постоянно нужно какие-то ладушки, оладушки, перед ним плясать нужно. То есть, он не может даже концентрироваться на информации определенного типа. То есть, это люди, которые еще привыкли, если он книжку будет читать, то там, наверное, картинки должны быть в основном. Это люди, которые не могут принимать информацию текстовую в чистом виде, без картинок. То есть, школьного уровня нет. Это первое. И это уже перечеркивает возможность какого-то образовательного процесса, который будет направлен на формирование специалиста. Дальше. Следующий момент. Почему тоже невозможно. Родители, может быть, не все, но в 90% случаев, как, собственно, и задержка развития, не все, там есть исключения, но основная масса. Так вот, родители в основной массе, ну, я бы сказал, что там немножечко не в адеквате. Мягко говоря. То есть, они этого ничего не понимают. Они считают, что их дети вполне нормальные. Многие родители убеждены, что дети выше среднего. Если его выперли со школы после 9 класса, так это за то, что он слишком одаренный. Поэтому родители не в адеквате, они не понимают реальную ситуацию. И более того, сами колледжи, так или иначе, своим маркетингом родителей, ну, мотивируют быть еще больше не в адеквате. Приводят ребенка, ну, который фактически, там, я говорю, третиклассник по интеллекту. Да, у вас гениальный мальчик, главное, приходите, главное, подайте документы в наш колледж. Почему подайте документы? А очень просто, на самом деле. Потому что конкурса нету в колледжах сейчас. Что бы ни говорили про демографию, что она там улучшается. Кто сейчас в колледж, получается, идет? Ну, вот 16 лет, сегодня 18-й год. Значит, это дети 2002-го где-то рождения года. Так вот, вроде как там взлет нулевых, бэби-бум. Я не знаю, бэби-бум или чем-то еще бум кому-то по голове статистам. Но когда я шел в колледж, я поступал, в каком году я поступал? В 99-м, да, поступал. У нас было 4 человека на место в колледж. Да, это были в основном, ну, тупенькие. В общем-то, они не составили конкуренции. Но 4 почти цельных человека на место. Сейчас, как правило, все поданные документы зачисляются. То есть, если ребенок идет в колледж, документы подал, он зачисляется. То есть, там нету понятия на место конкурс. Всех берут. И это не в смысле, что деньги платите, а возьмут. Деньги из бюджета, это и на бюджетные места. Их не хватает детей. Система образования, она расточена все-таки, но она советская еще. Что-то сократили, что-то объединили, сократив какое-то количество мест. Но в целом, система образования расточена на рождаемость Советского Союза. Сейчас нету этой рождаемости. И что касается большой рождаемости нулевых годов, нет. Она не сравнивается с Союзом. Потому что, еще раз говорю, конкурсов в колледжах нет. Поэтому берут всех. Колледж заинтересован получить большее бюджетное ассигнование. И он будет заинтересовывать родителей. Поэтому сейчас за студентами гоняются. И родителям будут любую лапшу на уши вешать, что ваш ребенок гениальный. Если его где-то там выгнали со школы, то учителя дураки его не поняли и так далее. Поэтому каким-то образом воздействовать на детей через родителей, что родители его будут как-то подтягивать, нереально. Вы родителю позвоните, он скажет, что это вы про моего гения. Говорите, что он недостаточно гениален. Нереально. То есть со стороны родителей помощи не будет. Это еще один момент. Дальше. Мотивировать невозможно. То есть вот перед вами сидит этот условный студент. Мотивировать его учиться невозможно. Почему? Потому что, что бы ни говорили там, не знаю, психологи, какие-нибудь тренеры личностной мотивации. На самом деле вся мотивация строится на двух вещах. На кнуте и на прянике. Они могут обретать какие-то разные там выражения. Но так или иначе. Это не делай будет плохо, делай будет хорошо. Или там не делай будет хорошо. То есть тебе будет либо хорошо, либо плохо. Будешь меня слушаться, тебе хорошо, не будешь, будет плохо. Вот, примерно так. Любая мотивация строится. Дальше вы уже смотрите, чем заинтересовать. Так вот. Что касается, ну, с пряника начнем. Невозможно заинтересовать. Невозможно объяснить ему, что если освоишь эту специальность, там, более-менее в жизни устроишься. Невозможно. ЗПР. Задержка психического развития. Он будет просто на вас смотреть и смеяться. Или отвернется в этот момент. Вы будете говорить, он на половине слов отвернется. То есть это человек, который не воспринимает информацию. А уж какие-то планы там абстрактные на 3-4 года вперед, однозначно нет. То есть, ну, мотивируйте кошку учиться. Вот объясните кошке необходимость выучить какой-то предмет. Но она будет какое-то время на вас смотреть, потом отвернется на половине вашей речи. Вот. Погладите, она зурчит. Ну, все. То есть, невозможно вести диалог. Ну, как бы вот, как человек с человеком. Потому что очень сильная задержка. Что касается кнута. Ну, то есть, про пряник я сказал. Что касается кнута. Опять же, невозможно мотивировать. Почему? Потому что в конечном счете вы его не можете отчислить. Вообще, студента сейчас отчислить невозможно. Сейчас отчисление студентов может позволить себе только очень крутой вуз. Крутой вуз, который сразу же на освободившееся место, кого-то переводом с другого вуза возьмет. То есть, понятно, если студента выкидывают из там в ШЭ, то туда сразу же прибежит пять желающих перевестись на это место. Это все понятно. Из других вузов. Но в колледже невозможно студента выкинуть. Как только вы выкинули студента, вы за него вернули, колледж вернул, ассигнования бюджетные. Не знаю, как сейчас, на 2013 год ассигнования на студента шли 150 тысяч рублей из бюджета. Вот в городском колледже. Поэтому отчислили, вернули денежку. Еще одного отчисли, еще вернули. Без премии весь коллектив остался. Потому что это деньги со счета колледжа уходят. Поэтому никто его никогда не отчислит. Дальше. Следующий момент. Казалось бы, можно создать образ идиота. И каким-то, может быть, состязательным путем мотивировать его хоть немножко подтягиваться. То есть, это двоечник, а вон отличник сидит. И может быть, двоечнику стало бы как-то стыдно. Может, родители бы за то, что он двоечник, его как-то мотивировали бы немножко подтянуться. И это нельзя. Почему? Потому что, чтобы отчислить студента, ну вообще, как отчисляется студент? Он отчисляется за плохую успеваемость, за нарушение дисциплины. То есть, если определенный уровень перейден нарушений, то вы уже должны его отчислить. Соответственно, это не просто мы хотим отчислить вот этого студента. Там администрация хочет. Нет. У него там неуспеваемость сильная. Как правило, там задолженности очень большие, неявки на предметы. То есть, он гуляет откровенно. И так далее. Тогда он отчисляется. Так вот, поэтому вы не только не можете принимать решение о его отчислении. Я сказал, деньги вернете. Вы не можете и показывать его реальные данные, показывать показатели. То есть, вы не можете давать его реальные показатели. Если эти показатели будут говорить о том, что Иванова надо отчислить, а вы его не отчисляете, вам все равно влетит от контрольных инстанций. От департамента образования того же самого. Не то, чтобы скажут, почему вы его не отчисляете. Скорее, почему у него такие показатели. То есть, вы не подтягиваете. А может быть, и почему не отчисляете, не знаю. В любом случае, показатели все изменяются. Как правило, ну не во всех, но, наверное, в 80% колледжей есть система двойного журнала. Я работал в основном, вот лет 7 преподавательского стажа в общей сложности наберется. Я работал в основном в колледжах. Два раза в институте. Но в основном в колледжах. Так вот, есть система двойного журнала. Это журнал, который дается проверке департамента образования. Но я это рассказывал. И журнал, который реально ведется. Для преподавателя. Просто, чтобы он знал. Но дать ход этому журналу он не может. Почему? Потому что тогда надо отчислять. А отчислять, как я уже сказал, нельзя. Так вот, там реальные. Реальные показатели. А для департамента, понятно, что нереальные. Что значит нереальные? Это значит, что ему подтягивается успеваемость. Два нельзя в семестре выводить. Тогда что? Тогда у него вышло несколько двойок. Он их не пересдал. И его надо отчислять. Нельзя ставить ему эти самые прогулы в большом количестве. Вы, опять же, должны его найти. Вплоть до обращения там в полицию. Чтобы они помогали с посещаемостью. Короче говоря, прогулы ему тоже не ставятся. Опять же, нужно будет отчислить. Ну вот, собственно, поэтому у него журнал, который официально идет. Все идеально. Дальше. Так, что я тут еще накидал? Возникает вопрос. Вот этот преподаватель, который рассказывал там про АУЕ, он заинтересовал детей. Немного, немало мальчиков заинтересовал, мальчишескую группу. Выгоден ли он для колледжа? Ну вот, допустим, я по себе возьму. Я тоже дофига рассказывал не по тематике. Дофига. Ну, естественно, АУЕ я не рассказывал. Во-первых, я не очень-то знаток этой культуры. Во-вторых, ну, просто как бы у меня были другие темы. Но я тоже дофига с детьми общался там о смысле жизни. Что мне ближе? О сталинских репрессиях, да, друзья мои? Там не знаю, о чем еще. О христианстве. Много очень людей этим интересовалось. То есть, мы по душам говорили. Тоже я дофига сливал этих пар. Почему? Потому что я вижу, что если я говорю там о юриспруденции, вот реально тот предмет, который у них преподается, то просто вот они либо витают где-то, либо в телефонах сидят, там разговаривают, что угодно. Им это неинтересно абсолютно. Вот, начинаешь что-то говорить действительно дельное, ну, раз слушают, даже в беседу вступают. Теперь возьмем такой аспект. Понятно, что преподавателю легче говорить о том, что ему самому интересно. Чем готовиться к лекции, выучивать предмет и так далее. Ну, каким-то образом подтягивать там, не выучивать. Дальше. Колледжу такой преподаватель выгоден или нет? Понятно, что сейчас вот этот засветился, его, скорее всего, уволят. Тем более, что, ну, беседу он выбрал такую своеобразную, ауешная тематика. Но если бы он говорил о чем-то другом, и если бы он не засветился. Вот вы сидите и говорите с детьми о смысле жизни, там, как он вам представляется. Заходит кто-то из администрации и прекрасно понимает, что у вас сейчас пара идет, ну, мягко говоря, далеко от КТП, от календарно-тематического плана. И, мягко говоря, далеко даже от предмета. Будут ли вас каким-то образом санкции по вам применять? Нет, однозначно нет. Почему? Потому что есть такое неписанное понятие. Преподаватель контролирует аудиторию, преподаватель не контролирует аудиторию. Возникает вопрос, они у меня режут друг друга, там, прыгают в окна. Нет, они сидят и слушают, и вопросы задают. Преподаватель контролирует аудиторию. Все, других вопросов не будет. Потому что вот когда они морду друг другу набьют, вот это будет действительно печально. печально. И поэтому, не знаю как, взять за константу, или же в принципе я ее доказал, это не константа, это теорема, это не аксиома. Так вот, что дети, специалисты из них невозможны. Возникает как бы дилемма тогда, что с ними делать. И я понимаю прекрасно, что они отбывают срок. Они отбывают срок, не знаю по чьей вине, не по своей однозначно. По вине родителей, которые не понимают, что специалистов из них не сделать. По вине родителей, которые в школе их не пытались развивать. Может быть по вине учителей школы, но сейчас уже из этого болота не выйти. Однозначно. То есть сейчас их обучение это просто отбытие срока. Если родители на всю голову ударены, они потом им сделают еще пятилетний срок в институте. Вот если не на всю, то не знаю там заочно они пойдут учиться. Не знаю, ничего хорошего. Устроиться им будет трудно. Так вот, кто такой преподаватель? Он по сути вертухай. Вертухай, причем даже весьма относительный, потому что и сам в некотором смысле отбывает срок за пайку преподавательскую, за очень нищенскую зарплату. Так вот, вертухай может быть злой, а может быть добрый. Вот все, что вы можете делать. Не в ваших силах их научить чему-то. В ваших силах быть злым или добрым вертухаем. Злой вертухай, ну понятно, вы просто как бы, ну сволочь. Вы людям жизнь портите. Как говорится, и своя там поганая, и людям портите. Добрый, ну ладно, хотя бы они отбудут мягко этот срок. Хотя бы они вот три года будут мягко отбывать. Опять же, колледжу добрый вертухай более выгоден. Добрый преподаватель. Почему? Потому что если преподаватель злой, на его предметы ходить не будут дети. Журнал вот этот, реальный, нереальный как раз журнал, а для проверок, он будет выправлять под проверку. А теперь смотрите. Ребенок, который учится в Москве, поехал автостопом, не знаю, просто так, сбежал из дома. Поехал автостопом где-нибудь в Хабаровск. И там, не знаю, с крыши прыгнул, или кого-нибудь сбросил. Или там во что-то впоролся, в какую-то историю. Задержан, опознан, там что угодно. Ладно. Дальше там, не знаю, свидетели, друзья, знакомые сказали, что он 10 дней назад сбежал из дома. Или там месяц назад из дома сбежал. И вот, не знаю, его искали. Он добирался до Хабаровска. Там какими-то друзьями, автостопами, как угодно, электричками. Приходят, естественно, смотрят образовательное учреждение, где он учился. Открывают журнал вот этот под проверки. Опа! А у меня он весь месяц посещал занятия. А более скажу, если у вас ребенок посещает занятия, вы не можете ему не ставить оценки. Если он месяц не получает оценки, это не его вина, а ваша. Вы его не спрашиваете, вы с ним не работаете. Короче, он месяц ехал в Хабаровск. У меня он посещал занятия. И более того, позавчера, там, 7 дней назад, 10 дней назад получил, там, 4-5, ну, тройку разок получил. Но в среднем, хорошист, его не было однозначно. То есть, это же уже будет геморрой большой для колледжа. Что, ну, явно подделываются документы. Так вот, не сигнализируют, что ребенок пропал. Так вот, поэтому, если к вам ходят дети, неважно, на что они ходят. Они ходят, там, послушать о смысле жизни, христианстве или об ОУЕ, как вот в Бердском колледже. Это уже хорошо. Это уже хотя бы снижает риск вот такой вот фигни. Когда он где-то там найдется, а у вас он на занятиях сидел. Поэтому для колледжа такой препод будет выгоден. Ну, вот, собственно, я и был таким преподом. Ну, не потому, что для колледжа это выгодно. Потому что мне людей жалко было, откровенно. Вот этих студентов жалко. Я им 4-5 всем ставил. Ни черта не знает. Четверка. Хоть что-то сказал. Пятерка. Тройки я старался не выводить. Но я это все рассказывал. Подробно не буду повторяться. То есть, тройки я выводил только по настоянию администрации. Когда, ну, совсем уж, ну, просто вот снижение интеллекта до уровня дебильности. И там кто-то смотрит. Находится еще какой-то умник там из администрации. Там, ну, не может быть у него вот там 4-5. Ну, ладно, я ему тройку поставлю. Вот. Ну, и все. Больше никаких троек не было. 4-5-7. 4 у меня, вот реально, если брать оценки, у меня от 2 до 4, у меня это 4... Нет, от 2 до 3. Вот на 2, на 3 он ответил. Это 4. Если ответил на 4 или на 5, это 5. Даже, скажем так, крепкая тройка у меня была 5. То есть, у меня четверка это 2 и 3 с минусом. Это на четверку у меня шло. От тройки с плюсом до пятерки, это пятерка. Вот и все. Те, кого я видел действительно, что они пятерку заслуживают, по-настоящему, без натяга. Я их как-то отмечал. Я говорил, что ваша пятерка не такая же, как вот у остальных-то, условно говоря. Вот. Или же того мог немножечко так, как говорится, по носу щелкнуть, что кому-то ставил там пятерку. Я говорил, что вы же понимаете, что ваша пятерка, вот, допустим, пятерка Иванова, это разные оценки. Вот. Ну, Иванову приятно. То есть, он понимает, что его возвысили. Что, как говорится, у него там, условно говоря, шестерка. Вот. И поэтому, когда я вчера посмотрел этот сюжет, я не могу даже до конца этого преподавателя как-то осуждать. Это всего лишь добрый вертухай, который там пацанам что-то рассказывает, им смешно. И самое главное, у Камикадзе все-таки есть иллюзия, что есть какой-то выход, можно исправить ситуацию. Нельзя. Ситуация неисправима. Образования нет. И поэтому единственное, чем я доволен, и на этом закончу, что я учил юристов. Я не учил врачей, не учил летчиков. Потому что если когда-нибудь преподаватель состарится, который сейчас там в СПО учил, в среднеспециальном образовании учил врачей, там, не знаю, медбрата какого-нибудь учил, а он потом врачом стал. Если этот преподаватель попадет к нему, к примеру, как к хирургу, ну, только священника себе потребовать на последние там пять минут и все. Если у вас нет возможности от этой операции отказаться, то батюшку, батюшку зовите. Вот и все, что будет. То есть, если вы садитесь к нему, это летчик, то... Почему я, собственно, перед полетами на самолете я всегда стараюсь на службе побывать в храме? Потому что я понимаю уровень наших специалистов. И если вы садитесь на самолет, лучше сходите в храм, исповедуйтесь нормально. Там, подумайте о вечном. Потому что уровень специалистов, я понимаю, что чем дальше, тем больше будут приходить уже в такие серьезные специальности, как, допустим, летчик. Вот ровесники моих студентов. Ну, и что это будет за собой влечь, я думаю, понятно.